в общем запускаю или да давай друзья всем привет извините за небольшую задержку запоздание в общем с вами евгений макаров и илья канал цельнозор ссылка на его видео арки по всему миру в описании в начале чата ее тоже кидал 8 темы сегодня арки что же все это что же на самом деле это такое сейчас мы это немножечко обсудим так илья мне показывать или или да конечно так я ну я могу открыть или гравюры или вот эту книгу ну или наверно гравюр да можем пока ты мне покажи поскольку я это не вне стриме сейчас запускаю трансляцию пока с экрана да я пока не вижу сейчас будет сейчас о вижу так друзья романа приглашали но он немножко приболел так что если придет то придет если кто-то к нам еще присоединится из наших sky пишут в чат или допустим так сейчас я открою трансляцию чтобы читать что вы пишете так привет из узбекистана привет очень рады видеть всех из разных мест нашей планеты так ну все свои все свои все свои да все свои так у тебя идет показ да я вижу твои яндекс древние арки гравюра это вот то есть это нормально да это я могу их попеременно показывать ну и можно в принципе тебе слово дать сразу здравия коллеги и соратники мы начнем пожалуй того с того что одинаковые арки по всему миру как вы думаете почему это так какая ваша версия почему вот они со всех сторон разных больших городов потому что они по всему миру они находятся и в москве в питере германии берлине их много-много минимум четыре в питере находятся и с разных сторон городов по официальной версии если не ошибаюсь нам говорят что это было построено для того чтобы встречать войска с победой идущий ну попросту на что эти арки делают на востоке москвы потому что арки на востоке что эти арки делают на востоке питера что эти арки делают в центре парижа какие войска встречать есть так называемые ворота индии там-то какие войска были вот никто вытенков артем он конечно молодец но вот с этой ясной он немножко перемудрил мне кажется потому что они ему объяснили что эти арки нужны для того чтобы попы освещали приходящие войска замечательная версия конечно же типа и на им иным образом осветить нельзя там всем побрызгаться в баню добавить этой водички либо еще что-то я не понимаю а каким образом освещение уже войска с победой ведь наоборот надо освещать по уму уходящее войско зачем для этого арка что нельзя какой-нибудь поддон соорудить там папа повыше поставить подвести к нему шланг там со святой водой пусть поливает нет мышь не ищем легких путей оказывается для этого нужно арку делать ясно вообще молодцы конечно ребята очень много чего интересных идей говорят но всерьез их иногда воспринимать по-моему невозможно но это личное мое мнение на мой взгляд арки поскольку они все построены по одной технологии примерно одинакового размера одна центральная большая по бокам две маленькие наверху купола одинаковые примерно статуи что в индии что в вьетнаме что везде по всему миру алло да да сейчас я был пропало изображение черное ну ладно и мне кажется что все-таки цель у них была другая я сейчас хотел показать что внутри этих арок потому что своем видео я показываю какие там фазированные антенны решетки стоят по всему миру везде одинаковые такие структуры типа сот и внутри них такие цветочки цветочки с позолотой ну понятно что эти цветочки имеют определенную конфигурацию назовем это сакральной геометрии неважно они мини рупоры и мне кажется что это все таки это антенны бегущей волны типа его вивальди а когда его устраивается много-много таких вот цветочков антенных решеток это получается фазированная антенная решетка которая имеет определенную функцию но какую мы чуть позже с евгением расскажем евгений если можно покажи несколько фото ну с твоими комментариями с разных стран мира потому что эти арки везде они на гравюрах руинистов и все таки по всему миру покажи что там нарыл ну вот я просто пока что открыл яндекс и можно эти самые арки посмотреть например так это ливия перед нами сейчас ливия сарбата а сам сабрата интересно дан такое название а мы же еще хотели затронуть вопрос который николай задал да можно сейчас его озвучить да и опять как вот николай спасибо за донат кстати николай вот задавал вопросы вот и мы этим вопросом задавались уже не раз типа а как же люди жили вот в той цивилизации с учетом такого большого интенсивного излучения или постоянного магнитного поля большой напряженности ведь ведь чтобы технологии передачи энергии была беспроводная это обязательно должны быть задействованы свечей излучатели или допустим магнитные излучатели так вот я уже там писал ему да в чате и здесь мы как бы можем тоже озвучить что вот илья если хочешь ты озвучи да вот как каким образом люди могли существовать что за излучение могло быть и можно даже сравнить с тем что сейчас мы имеем в городах например излучала все абсолютно но излучала это во-первых на гармониках которые полезны человеку во-первых это во-вторых было постоянный ток постоянный повторюсь а не переменка как сейчас дергает нас туда-сюда и это было на высоких частотах то есть как говорил тесла как говорил чижевский они все почему-то говорили одно и то же что чем выше частота тем ближе к богу почему-то так самая высшая частота это бог это говорили все кто лечил частотами и райв который изобрел частотный так называемый микроскоп это говорили все вернадский тоже говорил о сфере частотах чем выше частота он говорил тем больше охват и так далее объединение ауру он все это говорил они все как сговорились примерно одно и то же а потом эти знания как будто брали что делал купол в церкви он брал он создавал некое постоянное поле у нас в клетках есть постоянное поле то есть постоянное ток и соответственно наверху и внизу идет поток сверху снизу кто-то в курсе про чакральную систему то знает как тут потоки примерно поэтому все было позитивно у нас то есть человек входил в храм определенную структуру которая направляла свои формы самой формой задавала направление движения энергии и соответственно все было в резонансе то есть частотами можно лечить соответственно все патагонные низкочастотные и прочее такие вещи болезни там вампиры и прочее они просто все отсекались и человек таким образом выздоровался уже автоматически просто взаимодействия с потоками энергии которые там ходили и частотами то есть вот то что делают катушки Мишина они же частотами лечат просто-напросто и там не важна сила сила там вообще мизерная там можно от батарейки запускать я полагаю что это все было нам во благо во-первых было давление больше давление атмосферное имеется ввиду соответственно в два раза больше давление в два раза больше одеяла которое вокруг планеты да простят меня плоскоземельщики у каждого должно быть свое мнение ну есть мнение у них ладно мне кажется они не все объясняют теория плоской земли хотя во многом они замечают несостыковки но они не дают ответы например ответы почему закручивается вода в разных полушариях когда ванну открываешь слив они не дают объяснения что такое магнетизм и как это объясняется и так далее маятник фуко опять же и так далее то есть ну я все-таки наверное глобалист в некотором смысле и поскольку давление было в два раза больше соответственно вибрации распространялись в два раза лучше в четыре даже там синусоиды идет то есть по гиперболию улучшается все параметры соответственно в четыре раза больше плотность эфира передавалась и так далее то есть сейчас это тоже будет работать чем надеюсь я и займусь восстановлением этих технологий если все будет хорошо скажем так но тогда это работало лучше тогда излучало все от оград которые тоже имели форму до куполов и крыш домов поэтому все было позитивно и все работало лучше сейчас у нас в клетках шесть раз больше давления ну 6 атмосфер давления чем снаружи это мне кажется ненормально потому и мы вынуждены есть соль и так далее вот поэтому у нас сейчас болезней мы глупеем потому что кислорода меньше соответственно раньше все было немножко иначе и сейчас нам определенные силы не дают улучшать экологию и повышать уровень кислорода в атмосфере для этого рубая врубается сель сельва в бразилии для этого врубается сибирские леса там явно не для древесины дело не в том что они вырубаются в том что не дают засевать обратно специально это все целенаправленно мне кажется так вот тогда все было замечательно о чем я и сделал фильм мир который мы потеряли замечательный фильм посмотрите немножко саморекламы да Женя спасибо так да да это мне просто позвонили по телефону да не проблемка так ну в общем надеюсь николаю нормально объяснили да как и другим слушателям я в принципе поддерживаю кстати говоря друзья чтобы вы знали да здесь собралась шайка шароземельцев почему-то потому что я пока не могу объяснить многих вещей и они как бы с плоской землей ну никак не могут соотнестись я не хочу сейчас затрагивать эту тему да простят меня плоскоземельцы тоже я не против них ничего не имею да у каждого есть свое мнение Женя они правы во многом во многом правы да земля не такая с луной что-то не так NASA врет и монтируют да ну это не значит что форма земли именно такая да это не подтверждает форма земли плоская с луной что-то не так согласен но это не значит ну другие доказательств никаких нет это просто говорит о том что что-то не так с луной мы что-то не знаем и NASA врет это два основных показать остальные все-таки много не все объясняет эта теория плоской земли будем искать я не говорю что они правы может быть они правы и есть объяснение вот этим вещам которые маятнику фуку и прочее и но мы пока не знаем поэтому давайте мир мир не никто не прав мы продолжаем исследование как мы сейчас исследуем арки согласен я просто немножко занят если можно его срочно что-то женя бывает у всех свои дела вот один я тут свободен сижу в номере уже не знаю что делать потому что я тут торчу проклят в бангладеш сижу и буквально не знаю что делать у всех свои проблемы вот мотивом видео я начну перезаливать видео с нормальным звуком даже не мы тебя потеряли исключали да потому что мне резко все стали название друзья вот что называется жене области даже не нужен везде это какое самомнение вообще просто выше крыши так ладно друзья я поддерживаю вот то что говорит илья и особенно по излучению да и вот меня тут в чате попросили открыть илья из ты видишь арка януса время она с четырех сторон им имеет вход вот а замечательно как ты идешь получу телепортация идет получу откуда прилетела туда и принял нормально да пусть у меня все сходится я не знал что такая есть кстати друзья я знал что если арка константина какая-нибудь там вот но и сейчас я ее открою это я ее сравнивал с той арки которая на картине изображена они для больших людей да и дни маленькие а вот эти есть еще четыре есть много их многослойные это уже для скажем так межконтинентальных переходов а а есть уже внутри храмов сегательные будки об этом лариса мусунова много тоже писал кстати рекомендую всем на страничку зайти много фоток замечательных и это уже внутри ну маленькие такие мы еще а вот так я не жду попозже мы ее откроем ларису там много интересного ну это что лариса мусунова есть такая в вк наша соратница она очень много выкладывает интереснейших вещей где она их только находит я не знаю но такой вот талант у нее так что ссылку на нее я выложу она хорошо что она разрешила пользоваться ее материалом спасибо ей огромное лариса тебе спасибо если нас смотришь вот и очень важные вещи очень нужны всем вообще просто интереснейший и по теме антенна вот этих куполов разного типа и особенно у нее темы это ее конек это вот именно по телепортом как раз мы сейчас это обсуждаем да что это такое вот это с другого ракурса я показываю арку януса как видите да все что от нее осталось вот только вот эти голые стены и естественно сверху все убрано сверху там было было целая установка по типу тех что мы видим например в храме где вот я делал видео до типа храм телепорт то есть там вот этих сигательных будок вот эти алтари с этими установками да эти алтарные двери скорее все тоже такие же были потом множество всяких ниш с этими установками были то есть люди и мне кажется вообще жили но вот реально просто как фантастика такая супер фантастика была хотя какая-то фантастика фантастика считается выдумкой да а это была реальность кстати говоря кстати говоря если вспомним известную историю что в антарктиде обнаружены пирамиды так вот они не просто пирамиды они огромные и они действующие с такими вот порталами до сих пор ну и потом есть информация что давным давно проводятся эксперименты с перемещениями людей создание этих сияющей такой энергии дает еще тесла ее открыл но не открыла видимо восстановил между двух дуг как бы образуется такое стена сияющая такого поля и через него может перемещаться там прошлое будущее и скорее всего может быть другие меры тоже так вот мы сейчас смотрим эту арку с разных сторон ну и арка константина тоже здесь представлена а это да это септимия севера вот еще одна такая как раз вот илья говорил да что большая и малил малые по сторонам они еще и связаны между собой они еще и связаны между собой а вот интересно какие вещи создавали вот эту стену то есть энергетическое поле перехода вот как вот ты думаешь и я понимаю что скорее всего это именно и тоже опять игра с частотами до нужно определенную комбинацию частот чтобы появилась появился открылся портал вход но и посмотри вот что поток потолках вот есть фото изнутри как бы вот этих арок есть и я думаю там будут все ответы на наши вопросы вот у меня видео я показал как бы в самой вот арки сейчас я попробую так своды арок своды немножко не только что выдает ну ладно вот тоже самое можно посмотреть вот быть потолки да такие крисом такие же излучатели стоят да 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 сейчас вот 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 да все да тут стоят излучатели прямо как на арка вот они вот они родимы на арках такие же абсолютно арка потолок набери тоже вот они одинаковые да покажи всем друзья вот пожалуйста и есть это уже немножко не то но там тоже излучатели вот наверху такие стоят не случайно и вот это rose windows тоже она направляет поток она такой же формы как тематика показывает для чего эта форма нужна потому что вода такую же форму принимает как многие rose windows один в один то есть смотрим на форму находим такую же на форму в воде кематики фотку и понимаем на по частоте работала эта церковь все все просто так тут идет бурное обсуждение русские белорусы и так далее друзья все таки сейчас мы все белые мы все одни мы все одни друзья придуманные страны мериться придуманными странами все это разграничили что здесь разделяй и властвуй и вон а что они сделали а так нам не о чем враждовать и не о чем спорить просто была глобальная империя север сша северные штаты тоже были нашими потом якобы под видом продажи аляски полу независимость а потом отдали порт-артур тоже был российский еще 120 лет назад российская империя понятно персия финляндия польша калининград и так далее все это была одна страна на самом деле турции это потом начали разделять и замещать народы потом придумали языки религии куча фото где нет крестов никаких на могла куча церкви либо так называемый вилочковый крест но это по сути антенны это просто антенны с религией никак не связан после года без лета 815 год то есть ядерной абортировки начали дробить великую империю великую страну страна была одна с высокими технологиями и потом начали уменьшать 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 сначала была российская империя потом ссср уменьшенном масштабе сейчас вот уже россия сейчас снова перед россию готовит мне кажется к майдану даже в сибири готовят к кадырова в юбкину кадырова национального лидера готовит к отделению же китайцы наехали все по плану печально но все по плану к сожалению поэтому давайте не будем делить друг на друга иностранные языки и прочее все это придумано и неестественно да и давайте не будем гадать и думать кто что придумал кто это устроил да это вообще отдельная тема как бы и такая мутная в том плане что мы ничего до конца не знаем мы можем близко быть или далеко быть от истины но все это гадать с какого стати церкви это телепорта друзья ну почему с какой стати потому что все на это указано церквях телепорта не не сами церкви это установки многофункциональной там и кабинки лечения были да наверняка и кабинки вот эти сигательные то есть перемещение сиг это даже меньше чем секунда так друзья сейчас я просто ищу какой-то арочный свод вот например здесь это кстати в это питер вот наверху вот эти вот 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 они везде да 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 то есть форма 1 контур там резонаторный и в нем такая розеточка чтобы сначала с формы идет и потом это все сводится в эту излучающую антенну скажем так бегущей волны как антенна вивальди цветочек а цветочек с позолотой прекрасно излучает прекрасно излучает волну нам забили голову тем что нужно провода для электричества не нужны провода для электричества поверьте нас посадили на 5 процентов энергии сказать что вот только эта энергия когда-то мне запомнился интересный опыт был с обезьяной была доска такая обезьяна горел на доске огонь а сзади был ковш с бочкой воды на обезьян научили брать вот зачерпывать ковшу этой воды заливать огонь идти там к банану а потом это все поместили на на реку в бассейн что вокруг была везде вода и сзади вода на прежде убрала из вы из бочки и заливала и шла потом в бочке воду убрали на она не догадалась что можно взять зачеркнуть рядом в бассейне и затушить огонь и пройти просто не догадалась вот мы как тебе я точно как это обезьяна я сейчас только пытаюсь понять что вода везде вокруг то есть как рыбка которая в океане плавает думать где вы попить вот мы также носимся с этой энергией где взять энергию хотя ее полно вокруг да вот это мне тоже интересно и кстати говоря если уж так все иногда все любят политику но это не политическое сейчас скажу да вспомним речь нашего президента владимира владимировича на одном из заседаний таких крупных даде он говорит что пора и необходимо переходить на природоподобные технологии очень правильные слова друзья это просто золотые слова президента надеюсь они будут воплощаться кстати говоря я очень рад что по москве например стали ездить электробусы то есть полностью автономный такой значит транспортное средство автобус да можно сказать но это не автобус это полностью сам на обзна самообеспечение электробус то есть даже если он подзаряжается на аккумуляторы то там такой емкости аккумулятора извините если проехать весь маршрут без без проводов то есть это не троллейбусы друзья это чисто автономная такая не знаю электростанция ездящая перевозящие людей может быть там какие-то технологии как бы самозарядки во время движения это все возможно почему потому что постоянное вращение идет почему бы и нет сейчас столько настолько развито все это замечательно просто потом вот эти телефоны появились которые беспроводные зарядки да вот эти самсунги с 10 по моему apple специальный кожух для этого это все я считаю что это пускай мелочь но это уже как бы следующий шаг уже прорыв вообще что будет дальше посмотрим друзья но если это уже появляется это очень хорошо если автобусы есть такие-то и автомобили постепенно появляются гибриды или целиком на электро двигатели так что позитив есть положительным движение тоже вот пожалуйста друзья а где брать энергию вот я показал на на воде вот кстати николай предлагал мне там цинк николай я буду не против если пришлете мне цинк медь до цинк с медью я вам скажу так вот я сейчас добился того что просто воду опустил такую маленькую деталь куда такую это медную и уголок из цинка оцинкованный и если их нормально такси но не соединить а на максимально близком расстоянии то получается где-то 0 9 вольт даже такой эффект представляете то есть это получается 10 таких штучек да и у тебя уже крона есть такая постоянная крона вот и и кстати и ток там лучше намного то есть получается где-то эффективность 45 на 45 процентов больше того что я показывал там у меня было медь плюс алюминий а медь с цинком еще круче то есть где-то в два раза так что друзья вот пожалуйста чё чё тут думать это не но и не то что это вечная батарейка но это все это все-таки батарейка которая работает сама без всякой подзарядки вообще дальше чего-нибудь сделаю обязательно друзья обязательно сделал такое что чтобы вас немножко удивить у меня есть мысли так да много много опытов интересных но это на других каналах но надо объединять цельное видение то есть люди которые занимаются из на истории почему-то не лезут физику а люди которые занимаются физикой не лезут философию а это все едино на самом деле разделяя вас нам разделили не только страны на тратили мозги искали что химик не может понимать ничего в энергетике срексансорики так далее то есть разделяя власть туда же в этом так значит это пишет мне вы в курсе что адам было ростом 70 локтей да друзья мы изначально думали какую тему стрима сделать но так как у нас добавка разным разным тоже все будет так что мы сейчас затормозили вроде пара эти арки 7070 локтей да да и адам и его это какие-то есть сведения что там он был допустим 35 метров а она 30 все это вполне реально этих людей находил я бы не верил вот этим сказком просто ну доказать никаких пока доказательства все уничтожаются просто сотнями тысяч все эти кости куда-то убираются вообще так я вам открою маленький секрет мы не цивилизации ну понятно да почему мы цивилизация тоже так те же цинковую медную штуку она воркнуть в картошку да по моему вообще картошка сама в себе производит электричество насколько я не ошибаюсь лимон картошка да но не столько я думаю до нас или параллельно с нами жили люди под поболее да друзья ведь и на гравюрах на картинах существует получается и гиганты и такие как мы еще есть доказательства такие железобетонные до что подземные есть города поток города в скалах где да потому что мы знали что будет война и готовились бункеры подземные убежища комника подземные коммуникации все по полной все серьезно было ну я еще к тому хотел сказать что дали и и это и что в сибири есть множество коммуникации там на многие километры и многие метр под землю да и все эти города в сибири есть и мира в сибири есть так называемые а пивы дороги которые там по идее по истории не должны быть никак они там есть такие же каменные хорошие дороги по ним до сих пор все ездят там всякие кочевые народы и говорят а мы не знаю вот мы по ним передвигаемся и нормально там и в гору идут куда угодно везде просто идут эти вечные дороги просто из мегалитов созданы кстати у меня вот знакомая инна да она вот как у нее канал появился и вот она вот про пивда наше общие знакомое надо порекомендовать секундочку инна поздравляю от имени нас обоих с дебютом да я наконец иногда иногда путаю что сколько у меня знакомых а на самом деле их уже многие знают вот илья тоже ну и других тоже мне свой канал появился с магнетроном то она сначала ко мне обратилась но была мягко говоря перенаправлена к тебе да про магнитур он смотрите у меня видео и потом посмотрите первое видео у инны уж как канал называется страница да по моему страница и официальная история сейчас ее канал страница первые два фильма да на у вадима у вадима неофициальная история есть есть канал он выкладывал два фильмы инны один а пивы дороги просто рекомендую всем посмотреть потом смотрите допустим и ее фильм на канале уже страница и это инны и про магнетроны древний римский магнетрон у меня на канале кто не смотрел всех приглашаю почему-то почему-то всех название испугало да мало кто посмотрел его но я советую смотреть потому что и потом ее видео посмотреть и связать два их воедино как бы там об одном но у нее там больше всего так ладно поехали но у нее много официальной истории да я как противник того чтобы любую информацию с официальной истории использовать потому что она вся искажена но вот инна хорошо разжевала и показалось что официальная история ну не то что вот на самом деле была она молодец так лисяк так того то и скажут что ну я не понимаю этих робить робить спустя рукава робить но работать робить потому что мова это искаженное слово молва старая добрая идея один язык разбить множество и придумать потому что по сути был один язык русский наиболее близок к этому и потом уже начали придумывать французский английский и прочее это извращенные русские языки да есть такое мнение я его могу обосновать и кстати если сейчас есть в чате я просто не вижу значит молот молот великана и просто зи если вы есть в чате вам привет но я пока вас не вижу ну не важно просто это я на всякий случай если не поздоровался с вами так идем дальше это просто тут два человека которые нашли себе нашли друг друга в плане того что они давно знакомы и вот они у меня в чате встретились и ждут всегда стримов чтобы пообщаться и там да секундочку Жень ну ты покажи потолки все-таки в арках чтобы что что хотя потолки в арках покажи если можно да вот я пытаюсь что-то здесь еще не то давай наверное я это видео показал соратники посмотрите на мое видео про арка арки по всему миру и там четко показано что какие были потолки видео сняты разных арках в кишиневе замечательные арки в астане в узбекистане и так далее то есть они везде в чили прекрасные в сша что ковбой строить зачем вся история сша это фейк просто придумано как и японии нашел и тому много-много доказательств мне кажется хорошо это хорош такая фотка показывающий потолок причем архивольт арки и свод сводчатый вот этот потолок назовем его так да свод арки уже с розеточками излучателями как раз вот видимо они настраивались да на определенную частоту да 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 вот человек просто перемещался туда куда ему надо это дело в том что при наложении волн звуком то все регулируется при наложении волн которые ну вибрации волн происходит удивительные эффекты есть эффект хатчинсон так называемый когда при наложении волн то металл сплавлялся в одинаковой силой с деревом то левитация происходила то есть подбрасывались то исчезали предметы может быть куда-то их перекидывало телепортом а потом все это резко засекречили засекретили и спрятали потому что ну этот эффект он естественно в народ никто не мог пустить потому что это можно много чего делать и вот я понимаю как работали эти арки тоже наложение волны излучений учитывая что все было иначе и все иначе проводимость и иная насыщенность энергии все вполне могло работать почему бы нет пусть кто-нибудь скажет почему наложение волн тогда в той ситуации не могло работать таким образом пожалуйста давайте откроем дискуссию научно вода друзья есть тут кто тут кто-то приходит из других стран начинают гадить там что-то писать там не знаю на россию там или еще на другие страны я просто удаляю не обижайтесь без обид ничего личного что называется не надо здесь устраивать вот эти вот раздоры и распори если вам хочется обсуждать наезд на россию политические вещи для этого есть ток-шоу для этого есть просто какие-то чаты вот там вот что называется друг друга поливайте грязью а здесь пожалуйста не разводить эту муть вот я только если вижу такие сообщения удаляй без предупреждений навсегда бан просто поддерживаю все я думаю всем понятно кто их пишет в чате друзья вы все молодцы да но вот кто появляется такие провокаторы провокаторы все идут в баню сразу если ну если я не увидел не сразу утоляю когда увидел сразу потолки покажи то красивый много да и вот эти вот смотри эти узоры ну очень данные узоры это все работает да да это в этом это можно сказать антенна ну как сказать патч антенны патч антенны бегущей волны да то есть и как даже вот в недавнем интервью подтвердил мишин и другие специалисты если просто золоченой краской так называемой нарисовать восьмерочку на стене она будет принимать и излучать и переизлучать соответственно то есть если в городах звездах в звездах стояли города которые вот в большой стоячей волне то там проблем с энергией не было там просто на стене любую кракозябу соответственно еще формы повесь и она своей формы будет направлять волны куда нужно вот и все смотри что узор отличается да допустим здесь в архивальте потом по пока петели идет вот эти вот верясь такая да 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 она собирает разделяет вот эти вот яички я яйца да так называемые это вот как раз скорее всего в них тоже содержалось как это жидкость там это кстати они такие же есть он тарыш шел до отделительные а затем вот это вот такой свастичный узор внизу такой лабиринт у меня тоже видео есть про лабиринт и как он работает тоже форма антенны кстати неплохая лучше скалярные волны это как бы отделение то есть смешение там вот этот поперечная волна образовалась и фокусировалась арками вот эту ночь им это все понятно как работает наложение волны это все работает это все излучало это был мир цвета гармонии вибрации излучение просто излучало все это я просто хочу сказать что об этом же пишут наши известные исследователи тех denser например вот про эти вот такие же вот элементы на колонне да есть такая колонна где этот наполеон потом поставили туда влепячили наполеона и вот там тоже такие же яйцеобразные эти формы и они прямо видно что из металла из какого-то сплава они видимо и выполняли не только роль собирателя так скажем резонатора в эфире но еще и они светились то есть всегда здесь идет множество множество эффектов которые взаимодействуют сразу и вместе вот в этих технологиях если мы помним да на всех гравюрах тоже эти колонны светятся и там все 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 вообще светится так секундочку молот великана спасибо за донат да вы здесь в чате да привет молот великана и просто зи вы с нами так ладно поехали дальше и другие покажу сейчас то что-то застрял и на одной этой фотке надо и другие показать вещи вот тут у нас конечно конечно про коже вот арго молодец молодец чате пишет чтобы память стереть не не нужно много работы нужно просто воспитать детей до взять детей александрийские фермы да вот в чате в коментах люди молодцы пишет действительно не было людей не было по всему миру зачищали вот никак не могу добраться видео сделать после бомбардировки вот про бомбардировку сделал видео то что было после как англичане зачистили весь мир так называемые англичане британцы и потом как воспитывали детей орфан трейнс как они эти беспризорников так называем по всему миру да вот просто нужно воспитать детей все сказать им что так было всегда что вот в этих зданиях молились что были неграмотные предки которые делали те вещи которые мы сейчас повторить не можем что мужики в лаптях бородатый александрийский стол поставили все просто дети верят но по моему пора взрослеть как вы считаете да 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 все верно и я еще удивляюсь вот есть и есть в общем такое видео по моему на истории и да там про вот эти так называемые школы институты благородных девиц и так далее вот знаете там действительно воспитание было я считаю я например считаю может быть это и хорошо потому что воспитывали в общем-то в строгости а это очень важно очень важно почему чтобы чтобы воспитать дисциплину но с другой стороны понимаете ведь эти все институты вот эти да их могли использовать и как именно машину про как права подготовки до промывки мозгов именно именно в естественно форматирование сознание детей под то что надо хотя вы знаете есть посмотрим на всякие импер имперские институты тех времен царские они они чем хороши что там вот все-таки преподавались такие вещи которые сейчас нигде не преподаются и там были такие и там и там были такие физические кабинеты потом практического изучения всякой химии физики которых сейчас нет нигде да все-таки на было образование цельное даже не да да конечно поэтому да если даже если говорить про это время как воспитание иных людей да с другой формации то что это с другими знаниями но тем не менее тогда существовали все вот эти вот технологии как роман наверно сейчас к нам подключится я вижу что он они туда в этом там видео просто выпустил новую ну смотри сейчас мы обезьяны по сравнению с тем что было раньше но даже раньше это уже было 10 наверное часть того что было до вторжения до бомбардировки до потопа потому что ну окно вертона не сейчас появилась она была раньше то есть постепенно людей форматировали и меняли то есть мы стали много потом все-таки даже с учетом того что детей воспитывали как надо оболванивая сразу вот на наш уровень ничего не умение ничего не знания опустить то сложно сначала было все-таки свободной энергии просто немножко меньше образование хотя была целомудренность была была семья и все прочее а сейчас нас уже посмотрите что было 150 лет назад и что сейчас полный разврат полное отупение по сравнению с тем что было никто не знает до нот когда было обучение постоянно всем то что гармоника на вибрации все было завязано никто не знает домоводство никто не знает про эфир по свободную энергетику потому что было и освещение были трамваи беспроводные все это было на волнах на излучение на постоянном токи а потом нас перевели на переменный ток потом сказали что нужно вертеть что-то чтобы получать электричество хотя она везде все постепенно то есть если сразу прийти к тебе домой схватить там не знаю телевизор и вынести это будет заметно а если в течение 10 лет этот телевизор по сантиметру сдвигать как вот с нами сейчас делают как лягушку варят там по раз в полчаса поднимая температуру на градусов лягушка сварится не заметит потому что это будет постепенно вот нас сейчас постепенно убивают и мы не замечаем по чуть-чуть и вот за 150 лет можно посмотреть что было и что стало я думаю все будет понятно это все начинается с образование вот очень даже да да я вот как раз ты говоришь а я показываю разные своды и арочные вот эти все верха везде эффект форм и в храмах везде вот эти розетки настроечные до излучающие так что сами по себе арки но опять же вот тут момент такой все-таки наверное какое-то оборудование отовсюду удалено я вот так думаю что это так и есть естественно с куполов они она выше была она транслировала на это вот эти вот потолки лишь фокусировали спасибо естественно убрали звездных крепостях посмотрите он тоже мне есть видео по тематике по там показываю эти башенки по углам башенки они похожи как не знаю на туалеты там из них стрелять невозможно во первых изнутри помещения из мушкетов стрелять невозможно оглохнешь сразу же это все это будет первый выстрел и последний потому что не видеть ты ничего не сможешь от дыма в то время дымный порох был полчаса точно пока не выветрится и оглохнешь сразу это будет первый и последний выстрел любого защитника там в них на концах лучей где максимальная энергия максимальный эфир концентрация там что-то стояло посмотрите в питере у нас крепость любимая петропавловская звезда там тоже эти башенки они везде по всем мир одинаковые там что-то стояло это точно да спасибо генрих за донат огромное спасибо так друзья давайте вот родион ворошилов если у вас конкретное предложение или вопрос пишите а вот то что вы написали это просто пустой звук вот и все вот как бы ни о чем вы говорите тут что-то есть какие-то конкретные предложения вопросы интересные да может быть мысли ваши вот я их за их зачитываю иногда смотрю когда успеваю сейчас так разговора ни о чем они так и будут ни о чем и ничего полезного никому в том числе и вам не принесут ну вот дельные из предложения по эффект полостных структур гребенников до шипов акимов 1 излучателя первые генераторы называемых торсионных волк торсионные генераторы они были просто вращающиеся конусы высокое напряжение вращающийся конус все и вот поток пошел он закручивался и пошел до никуда от этого не деться то есть эффект форм никто не отменял тот же вейник белорусский ученый поизучайте все в свете того что мы сейчас изучаем это потолки это ресонатор гельмгольца все это связано все единое нет одного чего-то нельзя отделить знание философии от электродинамики от магнетизма и прочего все это едино архитектура была завязана на знание эфира на философии на все остальное на человечность в итоге поймите почему я назвал канал цельнозор все было цель не едино если мы не на 100 ним не остановим цельное зрение но нам крышка то что нас сейчас разделяют лоботомии делают направляют знания в одно место и все да 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 я просто читаю комментарии хочу зачитать так арго все своды можно звуком фермер формировать при условии что состав изначально жидкий да 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 друзья я понял о чем речь мы эту тему уже затрагивали что здание ведь можно формировать тоже нет каким-то физическим трудом или там каким-то высокотехнологичными машинами там кранами да а именно просто просто частотой той же то есть звуком опять же нужно знать какой лучше состав подобрать до вещества строительного и пожалуйста вы выращиваете здание но тут есть одно но все-таки мы наблюдаем что многие колонны вот я сейчас показываете они составные из таких значит блоков та же самая александр александрийская колонна у романа вышло об этом видео да он тоже тоже это показывает ну конечно это как бы повторяет но вторень мать учения до чтобы многие заметили что колонны те же так называемые древнеримские древнегреческие они составные значит может быть но может быть не знаю может быть блоки отдельно так делали потом на друг на другу насаживали на начну арматуру да на стержень но есть вот такие вещи как например своды красивые почему бы и не их не сделать с помощью какой-то технологии именно 3d моделирование звуком до другой момент как аллее как это все делалось вот кстати очень интересная тема хорошо что мы и застроили да раз мы обсуждаем все эти своды все эти арки телепорт телепорты представьте себе какая была технология то что-то наподобие 3d как секундочку 3d принтер отдыхает это было сейчас и делают кстати пока чуть поговорят у меня 5 звонят вот прям меня разрывают на части звонками сейчас я бывает 3d принтер который на час есть это просто бледное подобие того что было и принципе наверное где-то еще есть наверно кто-то помнит я надеюсь потому что действительно можно формировать звуком разные вещи вот сейчас по 3d левитация скоро выпущу по левитации звуком фильм где лучше потом рассказывается принципы основы этого что при наложении звуковых частот в определенной камере возможно то есть раз самые разные эффекты от нагрева до левитации звуковая левитация это реальность вот только недавно наконец-таки нам открыли это немножко что изобрели ученые так называемые это отдельная история как наша наука развивается точнее кто ее развивает в одну сторону почему-то развивая только компьютеры ничего больше уже 50 лет потому что dvs тот же самый который был последние изменения это стеклоподъемник электрический в 50-х годах сделали ничего больше в машинах не изменил с тех пор абсолютно то есть добавились компьютеры и все для чего чтобы мы не могли переходить на воду потому что у меня есть видео что на воде были автомобили еще в семидесятых официальные видео в научных журналах везде я сам делал гид-реактор так называемый g3 реактор на воде плазма это реально это все просто на самом деле две трубки одна в другой и машину можно перевести на воду но это кому-то невыгодно сами знаете кому поэтому давайте пока ставим эту тему у нас сегодня другая тема даже нет и с нами снова да я снова с вами елена пишет как в сказках построили за ночь хрустальный мост невиданной красоты да друзья наверное типа того как у вот как-то его построили там наняли кучу рабочих да они там все что называется до смерти устроились этот мост да конечно же нет то есть это могли его так вот строить как вот жизнь как много красивых потолков у тебя ты иногда нажимай на другие фотки сейчас больше сейчас буду нажимать просто вещь я да да хорошо меня разрывали звонками вот еще один пример это наверное где-то в ватикане но вот в казанском соборе тоже есть такой же купол наверху потолок смотри выемки такие как типа они либо как соты либо квадратные такие то есть но рупор мини мини рупор мини такой динамик где излучающий элемент в центре он тоже может вибрировать и такой полукруг для фокусирования волн вот тут именно точно фокусировалась и по центру наверняка стоял тот самый настоящий престол устройство центре волновода саркофаг которым управлялась все это потому что это факт мнение они очень маленькие бывают это не для трупов точно они стоят либо в центре пирамида либо в центре храма алтарь и так называемо на форма одинаковая саркофаг что алтарей да друзья вот с этим про древний русский магнетрон я тоже там об этом говорю что вот там же был саркофаг который был вывезен в ватиканом где-то во второй половине восемнадцатого века опять же да почему и куда и зачем и что я уничтожение все артефакты по всему миру нас настоящие артефакты то есть там было действительно какой-то генератор в этом саркофаге что там было что и запускал этот магнетрон ну это это пульт управления как и органы они не для музыки вообще не что да да что то это что то с чем да это вот такая технология который сейчас нам недостижимо говорят неграмотные люди в двенадцатом веке построили эти соборы мол читать не умели а построили такое что нам сейчас не рассчитать даже вот эти все излучатели органы чтобы орган построить нужно очень много расчетов очень много чтобы сделать эти витражи очень много расчетов мы сейчас это не построим они тогда построили это 165 метров высотой и это не просто это сейчас повторяю нам не сделать не поднять и так далее как неграмотные люди там лаптях еще в чем-то могли это делать 800 лет назад но вот сказки и сказок просто у меня фантазии не хватит тут мы опять же пишут про линзу да друзья и еще а вот те храмы которые были в межкатастрофный период который уже построенный из того материала которого стало в обилии вокруг то есть из глины делали кирпича это из известняка делали вот эти фальш фундаменты и всякие облицовки и колонны облицовывали да и внутри кирпич то есть материала было просто хоть завались что называется все рядом не совсем завались мы делали только контур поскольку энергии идет по контуру по границе среда все-таки а контур должен быть по крайней мере из гранита из кристалла это лучше всего да по крайней поэтому облицовка ба центр кирпичный войси раньше до первого наезда скажем так вторжение попытки как мы отбились но было все намного лучше то между первым и вторым на пришествии скажем так уже все было не так хорошо но пытались восстановить технологии восстановить оборонительные комплексы здания из того что было поэтому мы видим кирпичные но копирующие предыдущую так называемой греко-римскую цивилизацию здание те же колонны все те же своды но из кирпича просто другая основа ты знаешь я думаю даже они копирующие но и они отчасти и восстановили генераторы почему потому что они все восстановили просто из кирпича из того чтобы да ну кирпич как изоляционный материал внутри идут вот эти вот токоведущие шины которые вдобавок еще и конструкцию хорошо держат дать каркас металлический и и я о чем почему я затронул эту тему потому что я неоднократно говорю что все во всех старинных рамах старых паникадил она висит всегда в центре купола и она подвешена на одной такой как бы цепочки связанной из элементов таких из плавных такого крепкого то есть она запитывалась напрямую от купола и светилась сразу же ну энергии то хватало я думаю на престола шла да и и потока ведущим шином по всему храму которому софиты крепились как мы почитаем в книге фасадов до церквей правда там связано сказано про файл другие софиты как архитектурные элементы какие-то до этого здания но тем не менее софиты сами по себе уже переводится как светильники поэтому я думаю что в этих книгах много чего и так умолчь специально переврано софиты это ну господи светильники они всегда были светильниками ничем-то другим ни одной реальной книги раньше старше там 150 лет нету вот середин 19 века на ночи масса печатать все вбросы и всю новую историю ни одной реальной дельной книги ранее более ранее выпуска нету абсолютно еще интересный момент даже если верить официальной истории вот этих там всяких манускриптов древних книг каких-то да там то максимум до какого периода в google ngram можно дойти это середина шестнадцатого века до до этого никаких данных нет все упоминаний каких-то вещей да получается что это какой-то переломный такой момент что середина шестнадцатого века что-то случилось и до этого мы ничего не знаем куда все делось то есть всякие рукописи придумали раньше манускрипта просто в девятнадцатом веке же не извини печатали книжки но самое раннее вот эти фальшивки сделали 16 17 веком 17 уточни 1600 какой-то ранее они сделали меня ни одной книги нету реально 16-17 века все сделано в 19 веке все уничтожили почистую ни одной реальной книги нету так друзья как молот великана еще раз привет так друзья мне пишут как какие-то претензии автор читает сообщение только с большими буквами друзья я же говорю я не все могу прочитать обсуждаем если что-то важное пожалуйста еще раз повторите ваш вопрос я ничего не пропускаю просто сами понимаете что вас много а я подряд все прочитать тоже не могу не успеваю просто ну что я могу читаю вот один человек из германии а ты что у меня в видео то у меня да да смотри не дать может быть что-то я пропустил вот у меня тут спрашивали некоторые сообщения очень большие друзья и с ссылками которые я пока не открывал так по богу по поводу создания витражей тощий тролль прислал ссылку какую-то но я посмотрел там немножко не то коллеги не забывайте жене нужно и вести чат и читать и показывать периодически новые фотографии да я их меня основная из меня с которой забывают да вот про башни бисмарка сейчас посмотреть летописи историк ряды дарь ты прислал но все одновременно в эфире мы посмотреть не можем давайте жить с тем что есть коллеги уважайте и учитывайте фильм физические возможности нас даже сейчас свойства эфира вы можете осознать углянуть на солнце так пыжиков тоже говорил 16 веке по всей земле происходило захват власти а также гигантские книги библиотеки пражскому замку да это еще одна тема да про великанов про их книги действительно это все реальности они есть они чуть ли не в каждой известной библиотеке есть и у нас тоже есть другой момент почему-то их не выставляют на показ у меня вот это очень удивляет все знают что они есть и но тем не менее их не показывают особо не акцентируют на таких вещах внимание почему спрашивается также есть выставлены гигантский скелет человека но это опять же не у нас а где-то там на западе просто на побережье да там где то есть может быть и я не знаю может быть эта копия может нет ну там приходят люди какие красивые потолки какие красивые потолки с вода просто замечательные спасибо же нашел да 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 у нас ливень пошел не сообщили я у вас много не слышу так что еще здесь вот еще одна один пример и везде ведь повторяются кстати говоря так называемые сталинки они с такими же арками с такими же розетками с такими же вот повторяющимся элементами и я не вижу разницы то есть я не кстати известный момент что сталинские постройки это не сталинские это просто восстановленные реконструированные об этом документы есть официальные ну да да примерно так вот этим это стилем пир да 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 где дети мне тут спаивают контакты спасибо потом проверим как работает так пока я веду стрим дети взяли паяльник так ладно а вот это друзья пример портала так и называется портал то есть это к каждый вход вот такой многоярусный в храм называется портал но это то есть да это так и есть то есть туда же видно настройка по частотам то есть каждая арка она видите по-разному с разными узорами естественно это разные чисто набор частот каждая арка задействовал одну перешел туда включил другую улетел куда-нибудь там не знаю вами или в америку включил эту до перелетел куда-нибудь там домой лишь звуком чистотой юрика 6 пишет что я пенсионеры и 70 не было техники работающей на воде я не говорю что техника на воде работала игры что есть но были машины которые вот у меня есть видео на канале цель назор посмотрите пожалуйста почему мы еще ездим и не на воде вот почему мы ездим и не на воде так называемое видео авто на воде и там я собрал 4 по моему видео журнал официальных видео репортажей 70-х годов а в советское время фейковых новостей не было реально были машины которые ездят на воде и это не единственное видео видео было много то есть местные местечковые телеканалы делали репортажи с реальных лабораторий с промышленных образцов реально машины ездили на воде и это все работало и я знаю каких принципах работала я описал видео своем минимум 6 принцип на который можно сделать перевести машину на воду это я объемные свечи которые 40 тысяч вольт дают они там 20 как сейчас есть и они объемные то есть пары воды туда между ними и вода как бы взрывается небольшой гидроудар под минимальным напряжением то есть немного нужно для этого и сейчас есть такие энтузиасты которые технологии развивают в индии есть такой он немножко чихает движок но он работает он работает на воде есть и на паре есть и на сжатом воздухе есть на плазме перевели вот этот кит реактор который я делал есть еще brown газ так называемый чечко гремучий газ который путем вибрации есть электрические электролиз есть звуковой то есть звук накладывают частоты несколько звуковых частот и выделяется водород кислород из воды то есть много много технологий которые просто нам не нас не пускают пожалуйста слушайте внимательно я не говорю что вся техника работа на воде даже вот пенсионерам нужно слушать внимательно извини же вырвалась нет ну я тоже то я не понимаю что за претензии к нам такие если есть хроника значит эти вещи были так что я не понимаю что за возмущение и какие претензии если все это было все это реальность и я тоже любил читать технику молодежи юный техник выписывали все это а вы знаете о том что и японцы оттуда до сих пор берут из этих подборок советского времени многие технологии оттуда берут то есть там просто наши что называется школьники присылают какие-то идеи какие-то там изобретения они их берут и и воплощают а у нас почему-то этого нет интересный момент да в японии все это если развивают а у нас этим никто не хочет пользоваться хотя кто и узнает может быть пользуются но мы об этом не знаем так что не дают нельзя в этих журналах там столько всего интересного столько знаний хотя казалось бы для школьников для детей там чего-то ха-ха там сказки какие-то друзья сказки это же это что называется реальность оказалось вот я показываю сейчас одну из арок интересненьких вы не замечательная да кстати кирпич на верху какие короны вот-вот-вот короны те самые да там это не корона это такие же короны были сан-франциско на видео если помнишь ох никакого не доделал друзья все вам обещаю да она будет совместно с ильей так что и у меня висиков полно просто работа путешествия все нужно узнать посмотреть и про радар это ты который я нашел и про тут еще одно путешествие вот правил по пути в дворец великанов снял с грехом пополам еле-еле выжил у меня все-таки два еще каналы плюс еще иногда работать надо шефы из германии иногда указания дает то есть ну поймите правильно но постараемся сделать даже не конечно и хочу добавить что у нас стране есть разработчики но я не знаю их наверное никто не поддерживает хотя они искали поддержки электро гидроударные двигатели все это вы уже есть причем есть такие не просто в экспериментальном виде а практически готова к использованию ну то что я говорю вода и пары воды вот нужно просто в пары воды подать и в электромагнитное поле то есть 40 тысяч вольт а там напряжение сила только мизерная и вода как бы взрывается взрывается то есть и она раздает еще в долгах да 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 чем толкать взрывом либо взрывом воды либо как горением бензина неважно дизель и взрывом а можно целью добиться разными способами получить почему бы нет но нам это не дают использовал не дают разные другие физические эффекты ну начнем с того что просто это вот dvs это говно извиняюсь энергия взрыва есть много более гармоничных технологий и им плазив у шаубергера можно добиваться и в ней двигатель внешнего сгорания и двигатель на воде и электродвигатель потому что еще в 70-е марседес сделал машин автомобиль который в городе полтора литра кушает полтора электромобиль потому что там система рекуперации то есть тормозится генерации выработка электричества то есть не тормозами все что получили отдается обратно а если еще ловить против и ds как многие говорят уже научились то получится чуть ли не избыток генерации электричества но опять же технологии тоже закрыли хотя она была известна даже сейчас я вам не интересный момент написали смотри верер ник такой помню в книжке одной для школьников написали что чистая вода может выдержать человека на коньках и не порвется правда частота должна быть высокая да друзья еще есть момент такой что если вы будете уметь менять свою вибрационную частоту вы можете просто левитировать сами по себе всяких устройств опять же левитация да 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 есть электро левитация что ну то что такое тяготение то есть уже сейчас созданные уже доказаны есть установки которые подают высокое напряжение и отталкиваются от земли 30 килограмм такая установка она там весело очень много то но она уже создана это в 90 было создано в россии все реально и плюс вибрационная левитация тоже возможно и был дымков на своем канале тоже вибрациями заставляет уменьшать вес камней все это реально даже та самая дата сам технолог которая была применена в египте например то есть все все там и поднимали этими звуком все что хотите и и кого хотите но это я просто показываю сейчас перешел на гравюры здесь немножко поинтереснее есть вещи тут нет слов тут просто все в одном много много всего эту гравюр мы как-то уже рассматривали да тут и какие-то дымящиеся колонны но здесь качество правда уже не немножко не то есть она немножко в лучшем исполнении так тот же пиранези придумать все это невозможно мне кажется это не сбуду на не придумать то что он жил на самом деле в начале и середине девятнадцатого века это факт просто его время жизни так называем персонажи отлад отнесли назад когда все это делали но он много чего хотел сказать этим он не москвить напрямую потому что он под контролем к штиллец работал но он много чего показал для нас те кто умеет читать они могут прочесть мне сказали про и про и он на лед есть в ю тубе в ю тубе да много есть да 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 то что я говорю с кого-то напряжение да 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 и пожалуйста летай простейший эксперимент друзья есть просто проволоку в шоссе в бублик скручиваете много витков и на два конца подаете напряжение и она у вас тоже будет левитировать только и высокая должна она нагреется будет светиться но она будет левитировать пожалуйста меняйте частоту даме напряжение там ток и он называется поворачивай там то есть просто эффект поворота будет секундочку лисяка улыбака огромное спасибо за комментарии вот читаю 3 из не ошибаюсь удачный комментарий да и в том числе этот коралловый замок да совершенно верно тоже был построен уже известный по отзывам самого автора по его записям и по анализу того как это все было сделано и по оборудованию который осталось да тоже была вибрация и то же самое он один построил на многотонные вещи поднимал именно вибрации до водяной вихревой двигатель наш русский ученый делал до много у нас ученые вы знали что у нас ученые есть которые работали в военной сфере разработках один из них я просто не запоминаю фамилии он придумал давным-давно уже запатентовал этот плазменный двигатель причем в нл он даже сконструировал ну на бумаге на схеме на чертежах все как должно работать именно плазменная тяга то есть плазменный двигатель который там высокой эффективности и на этом же принципе я антигравитация осуществляется на плазме друзья много технологий которые есть но что-то они как-то у нас никому не нужны якобы они они людям нужны но их не дают использовать потому что новым а за что мы будем платить вот сейчас придумывать налог на воздух реально чиполлина это реальность готовит к вам к майдану да чтобы выжить как можно больше денег из экономики деньги это кровь экономики чтобы обескровить народ чтобы но начал голодать как семнадцатом году чтобы голодный народ полез на баррикады да а если у нас будет своя оранжерейка где будет выращиваться еда для всей семьи а на 6 соток это вполне реально если будет маленький двигатель беспроводной бтг или хотя бы атмосферное количество купол который будет вырабатывать количество это реально несмотря на разреженность атмосферы сейчас то люди будут независимы и будут расти развиваться как же кровь убийство ну как же кто это допустит так наша власть развита допустит и наша власть игры не россия это все серьезнее так что думайте кому это нужно уже нет это нужно но не не людям скажем так с ней людям но и тем не менее тем не менее слова президента про природу подобные технологии это о многом говорит имеет место быть имеет место быть я уже привел примера что это все вводится хорошо бы динамика была положительные в этом побольше будем надеяться друзья потому что сейчас видимо какой-то то есть сами вот эти элитарные силы да они сами не могут ни о чем договориться и там есть не то что разногласия разные стороны две стороны одна страна я думаю что все сложнее потому что левая рука справа и не борется дымов мол с накованием как бы сказать они не борются тут видимо две силы совсем разные и у них направление разные и у них цели разные поэтому вы надеете замес большой это у одной силы а у другой силы его предотвратить этот замес так что будем надеяться что что же другой силы ну а мне кажется все таки есть я не хочу справа вы не эти силы есть да но вот на уровне красоты эти здравые силы пока не получили власть над каким-либо государством конкретно но они есть они над государством над любым государством ну да надеюсь вот поэтому друзья я не люблю говорить что все плохо я наоборот хочу говорить что все будет хорошо а кстати нас такой настрой и все сделает хорошо давайте позитивную энергию думать излучать и она материализуется так есть хороший прием тут я показываю вот одну из из колонн с шариком и шпилем наверху такой типа глобуса вот мне просто я не знаю не могу насмотреться на такие вещи все время их рассматриваю хотя и много раз уже смотрел вот такую бы куда-нибудь на дачу поставить пусть работают будем ездить поставим отличился приедем сделаем все работает можно это включить где-то стоят ведь куча домов куча домов с такими атмосферными конденсаторами конденсаторами это связано с эфирными конденсаторами это шары я своими видео эфирные конденсаторы атмосферное отчество показал в бангладеш есть крыши которые с такими штуками там растрескавшись вазы кто не смотрел посмотрите видео набрало 30 тысячи просмотров на англоязычном канале на моем global vision посмотрите а у нас почему-то люди не хотят это смотреть но сейчас перезарив нормальным звуком может быть будут и там расколоты эти вазы они не урны не какие-то не для красоты там идет штырь посередине и там шар шар в нем в каждой такой вазе и там действительно заполнено другим веществом это не асбест не цемент ничего не это не монолит там внутри заполнена и это определенная форма этого это шар посередине шаров как вот на предыдущей фотке было же не показывал идет штырь такой шар как резонатор и конденсатор по изучайте вопрос асбестовые конденсаторы есть такие металлические конденсаторы их много и вот мы видим везде на крышах где-то такие вазы это просто большие конденсаторы электричества статического неважно какого но электричество потому что но не бывает таких совпадений чтобы в идеально круглом шаре было другое вещество и она сверху вот так красиво обреплено разной лепнины и всем остальным ну это не совпадение даже я вот сейчас показываю если ты видишь один из рисунков арочного окна вот с такими розеточками излучателем наверху еще два потом лилия наверху тоже излучатель а вот конденсаторы мы видим например посередине между двух арок то есть окно делится как бы на и завершается на такой конденсатор такие я вижу на храмах в том же гиме есть такие же вещи кстати посыл мир одной потенциал вот на к на кончике ты назовем это не знаю цветочек направленный вниз до с виду огромный просто окно дворца карачи в баллоне баллоне в баллоне захотел сказать комментарии хорошие павел да мы смотрели темный город мы смотрели много разных фильмов я по крайней мере точно рекомендую я смотрю про что там посмотри он того стоит 99 год это не думаю первый последний фильм этого режиссера есть фильмы которые рекомендую всем к просмотру ибо они документальные это широко известные последние блокбастеры в голливуде ничего случайного нет и фантастики в голливуде нет от слова совсем посмотрите даже сейчас идея просто немножко отвлекают так но ты не отвлекайся на провокации это не провокация так на вилочке в крест похоже да кстати друзья заметили да что есть сходство форм во всем в арочных конструкциях в сводах и и переходах между колонн такие сочные переходы в храмах которые опять же свое символизирует этот вилочками крест то есть переход то же самое там например на алтаре можно увидеть сами вот эти изображения крестов на так называемых надгробных плитах если вы так и илья это тогда присылаешь что-то да то есть надо показать я так понял нет не обязательно нет просто прочти ты сам ты себя прочти все все проехали ладно как фильм я думаю темный город павел блок я не знаю о чем вы говорите честно говоря так я хочу показать а вот это что это я нему я не пойму это наверно в сирии где-то так вот это вот это было в италии а в италии а филады посмотри дальше у него много хороших вот именно срезов зданий пропорции показаны между друг которым показаны колонны крепленные да у всех руинистов да и вот у нас это же это не просто разваленное здание он показывал во многом устройство во многих случаях не показывал как все это сделано было он хотел показать назначением покатил как устройство вот он это все не нафантазировал это все было реально нарисовано потом расчищены и прочее то есть после ядерного удара мало что выжило и он много чего зарисовывал вот это то что он зарисовывал и один в один но это реальное фото это реальная фотография до их то же самое как на гравюрах на картинах пиранези так илья вместе сможешь открыть елена старуша прислал подборку про владимир там листа старая я смотрел да тогда ну про по про владимира можно много чего тоже отдельно сделать стрим потому что это мы сейчас уйдем немножко не туда действительно при всем уважении к владимиру и к елене старуш давайте это на отдельный стрима да друзья медру отдельная тема а тут мы сейчас получается и колонны рассматриваем и сами арки и и знаете действительно вот ну я не знаю все ли арки все ли арочные проходы были теми самыми 5 телепортами может быть не все конечно это отдельности вот оставь вот эта фотка посмотрите шестиконечная звезда на самом деле это резонаторы стоят в стене сейчас я открою побы в одном случае они восьмиконечные а в другом шестиконечные то есть так называемые религиозные символы с религиями связаны очень отдаленно очень отдаленно посмотрите у меня на канале есть видео башня антона или она где там шестиконечные звезды везде практически на самом деле это резонаторы и ну а откуда в италии быть иудаизм казалось бы да говорят что там шестнадцатый век это здание стоит на самом деле это высота у нее 135 метров и это нас огромная рупорная антенна и там где-то пятиконечные это шестиконечные в чили тоже пятиконечные звезды есть в костелах в костелах и пиконечная звезда которую называют там сатанинской и прочее прочее но на самом деле все это ерунда потому что ну тогда уж давайте из звездной крепости есть пятиконечные шестиконечные ну что там иудеи молились что ли в городах крепость звездных крепости по всему миру я вас умоляю и в астралии южной африки и на островах отдельных там в индонезии один остров практически на нем стоит звезда еще маяк ну что евреи построена не надо вот притягивать одно к одному другая цель и форма шестиконечные звезды пятиконечные звезды никак не связано с религией равно как и кресты и белочковые какие-то еще это все технические устройства все это объяснимо и все это понятно если просто выйти за рамки клипового нашего мышления нашего зомбирующего образования которая сказала что александрский столб мужики в лаптях построили нам показали смету что заплатили там сколько-то тысяч рублей за установку и все ну а чертежи где а где тут станок которым вращали эти 700 тонн а заготовка было 1100 тонн официально вот подсчитано никак не скрыть заголовка заготовка квадратная 1100 тонн а как отрезали то есть не надо верить тому что нам рассказывают все это имеет другое объяснение причем сугубо научные подтверждаемые сейчас вот замечательная арка спасибо же не просто для чего это построили арку просто базилика санта-мария маджоры конечно просто пройти конечно а дальше он стоит еще какой-то комплекс целый скалон скалоннады наверху на возвышенности видишь типа того о чем сцепионов я рассказывал посмотрите там справа явно такие арки вот на этой же фотки и но это волноводы то есть вот эти вот колонны ряд колонны это волноводы то есть у меня есть видео волноводы прошлого из курса антенны пожалуйста смотрите как работаю ряд антенн как работали акведуки все это есть если нету то будет потому что акведуки они нет для воды потому что очень много акведуков без воды начинаются заканчивается ниоткуда и вдали от воды все это реально так вот пример входа как бы как бы в храм так скажем какой-нибудь бога или богини пример входа а вот этой пиранези наш любимый вот да нажимай пиранези доставить ну или вот ниже либо это неважно вот волна вот смотрите на вот типа типа акведука такого типа ну да наверху сделаю а на самом деле там и дороги часто есть вот это волна вот он ограничивается верхом и низом это зависимости от типа волны он может быть либо горизонтальный либо вертикальный все зависит от того какой длины и какую волну передают там h10 это вот такой волна вот есть другие типы волн они как вот в египте дорогой по бокам стоят статуи этих баранов на самом деле ограничители вот этих вот это волна вот просто волна вот не нужны провода иногда энергии проще волна водах период передавать в пирамидах вот эти вот маленькие квадратные отверстия которые 10 сантиметров высотой есть там 70 сантиметров высотой это волна вот по длину волны заточены и строго вот эти все камеры ешкардин об этом прекрасно сказал и вот руинисты показывают эти вот волна воды просто другой способ передачи энергии вот и все вот я показала надо ряд колонн до нужен для передачи энергии все все объяснимо никто не будет огромные ресурсы затрачивать просто поставить ряд колонн в никуда это линии это лэп просто лэп и все но другой способ передачи почему бы нет передать вибрация потом умножитель поставить который повышает и мы сейчас повышаем в лэп энергии частоты напряжение они понижали потому что меньше потерь в гармонии с землей просто даже да мне пишут самарканде тоже есть красивые ворота с колоннами ссылку скинули а куда вы и скинули ирина про самарканд мы вообще да он как-то просто так без стрима обсуждали там очень интерес я хотел видел делать до грамм там замечательных комплекс есть просто да там ну тоже gothic а с такими же заостренным верхами так что везде одном такие два красивых резонатора три даже друг на друга направлены а в центре должен бы должна была бы быть стелла но ее убрали но вообще этот комплекс он красивый переводит как родник там ему замечательные там вот и сверху посмотреть там все понятно куда как волны щит ли просто красота и в буха бухаре и замечательные есть и принципе здесь один так а теперь я могу переключить и нас или на ларису масонову или на ту самую книгу да для начала друзья раз уж мы иначе на пройти все волноводы все таки вот я включаю на то что вы видите на заставке это взято вот отсюда вот посмотрите да это искать ссылочка есть под видео по это книгу мне прислала подписчица одна замечательная добавил в видео подарки с канале я сейчас постараюсь скинуть в чат и ты и себе вода друзья вот принимайте ссылку только что я ее скинул а приватный кирилл и тут люди нет ли к единомышленников так так сейчас да вот пожалуйста друзья из арки выходит его свете светлейшество светейшество в короне которая имеет ореол то есть именно коронарный вот это ореол закоронированный до заэкранированный и свет идет из арки и вот эти люди все выходят еще и оттуда вот пожалуйста наверху еще и молнии по показан момент работы такого вот телепортационного портала что-то я масло масляное сказал 8 устройств до устройства сейчас я покажу как эта книга вообще выглядит это все вот на каком языке то эти ту латинские обозначения ссылку скинул изучайте я не за здесь одна такая гравюра или лариса покажи там мы другие есть на там другой немножко ясно понял я тоже пролистал там бусом текста картинок мало но друзья сейчас пока не буду отвлекаться на подачи за их заявок друзья так это у ларисы носу нового дабы добро пожаловать к ней наверно стоит скинуть тоже ссылочку чтобы раздалась ознакомились с ее творчеством ей пара группу создавать мне кажется ну я об этом писал давно но это ее тело как хочет у у нее там интересная подборка всего-всего разнообразные альбомы она их распределила фотографии изображения разнообразные все тематики очень интересно артефакты гравюры картины миниатюры вот пожалуйста один из соборов пример арки с установкой наверху друзья о чем мы говорили коллинеарные антенны до коллинеарные антенны санта и сабель д унгрия ин коломарес испания это испания друзья так идем дальше тут вообще разнообразные антенны как видите вот это это ну я не знаю насколько это именно то что самый но вдали посмотрите тоже такая же установочка стоит это принципе то же самое просто с другого ракурса чтобы было поведнее так это дворец изящных искусств сан-франциско калифорния тот самый сан-франциско от него до остатки что там вот представьте себе вообще в сан-франциско там намешано всего-всего всех культур хотя вот это остатки от выставки одно здание осталось от огромные выставки и уничтожили это потому что это якобы временные строения но вот это стране показать что она переживет все постоянные строения современности и труси целую мне тоже было интересно даже вот эти выставки в сан-франциско или там нижнем в нижнем новгороде почему-то сказано где все это временное когда мы ты смотришь на даже просто на хронику например 1900 года да по-моему то все эти строения настолько сделаны качественно и дал и по виду долго видна долго на долгие века и какой же это временно если они сделаны не из фанеры не из чего-то там из дерева а именно из прочного материал то есть камни какие-то там мрамор мрамор гранит да все подряд и когда нам втирают что это временные друзья ну смешно просто это все слышит читать но надо было рвы выставки построить 15 тысяч чакров не на 7 тысяч гектар то есть ну на общем огромной территории целый город с фонтанами каналами огромными такими готическими греко-римскими статуями и зданиями с беспроводным электричеством которые тогда световые шоу были видео осталось хотя ни одного генератора не было построено в то время ни одно упоминание об этом и вот такие здания частично остались в чикаго например снесли огромную территорию выставки 904 год 901 год вот это вот здание вот она вот он дворец искусств пожалуйста процесс к а таких зданий было полно то есть огромной территории и все зачислили бульдозер если у нас этом борьбой с религией как-то обосновывали из буржуазии то там просто не знаю чем но бредовые абсолютно идеи надо придумали я временно смотри это значит павел блок есть ты видишь да и комментарии энергия какая там была ну по моему же сто раз сейчас объясняли можно еще раз в принципе повторить какая там была энергия хорошая энергия мне больше нравится комментарий выше александра саламана или колмана не контакт хоть неважно это не созданно человеческим существом в старых домах нет ни бань не туалетов но во первых термы везде были бани общественные термы так называем они в турции есть римские так называемый и в болгарии и везде естественно в италии это именно термы то есть люди приходили во-первых был климат другой на везде были фонтаном чем чем откуда мы знаем как где мылись то есть звоним понятно были подогреваемой водой до сих пор там идет непонятно чем подогревается вода потому что все эти вещи работают все вибрации и прочее то есть об этом умалчивают что подогревается вода там непонятно как в болгарии такое есть в турции такое есть якобы источники подводные подземные теплая вода но на самом деле делали замеры под воду под землей холодная вода приходит в бане уже вытекает горячая причем трех видов трех температур это все известно да то есть это эти вещи получается до сих пор работают некоторые до сих пор работают не выключишь потому что есть на канале видео забыли заземление убрали начала искрить кресты искрят массово причем человек еще тоже снимает сделал увеличение просто на сотовом и там такой крест а внутри как бы ну такой шарик то есть круг и в нем шарик и вот между контуром крестом и вот внутри искорки проскальзывают иногда у нее заземление от отходит но я тебе потом пришлю отходит заземление начинает статику статика собираться и начинает искрить все что надо начинает работать снова то есть все можно включить снова я в этом уверен так вот насчет туалетов во первых туалеты были есть общественные примут видно вода текет и там люди сидят и заняются за подробности а во вторых ну вот вы в офис приходите там много туалетов но один на этаж в лучшем случае потому что все эти здания в но многие но это были общественные здания то есть не нужно туалет в каждом здании на зимний там не знаю один ну два туалета в версале тоже было два туалета все удивлялись почему это в версале два туалета да потому что другое назначение было эти здания на работе ну не как это не основное извиняюсь это были здания для другого жили тоже и в таких зданиях тоже но это здание не обязательно было вот жильем как и пирамиды не для усыпальницы там не хоронили никого поймите так это я прочитал комментарии специально открыл фотографию наверху типа ковчега завета да и и типа саркофага кстати друзья то есть вот эта вот установка там внутри что-то и было или есть смотрите фильм про волноводы там показано зачем на конце волновода делается такое либо линза либо перенаправление либо загиб такой это вот шишечка на конце волновода такое она должна стоять и для чего это там объясняется то есть есть артур угорянин научная критика он это сделал для объяснения современных волноводов а я просто поставил фотки которые и видео которые иллюстрируют все это как работало раньше это на конце волновода на всех концах волновода такое стоит посмотрите и вот тут даже видно дальше и на других местах так все-таки посмотрим дальше как вы все можете объяснено в технической точке зрения каком эти ворота остров санкт-петербурге новая голландия вот ведь такой проход причем прям по воде ну может быть воды то и не было здесь раньше хотя хотя почему бы нет проплываешь это уже оказываешь себе там не знаком на сотни миль где-нибудь в другом месте плывешь такие проходные ворота нет да так еще а много кораблей было с органами ты сказал бы зачем на корабле орган зачем на всех промышленных выставках органы одним были потому что это инструмент был не для музыки они так что еще вы нам пишете немецкий к немецкий катакомбы во франции город дункерк бетон и кирпичей вдоль моря там такие двери есть с эмблемой летучей мыши интересно не знал ну пожалуйста насчет эмблемы не знаю но дюнкерк оборонительное сооружение большого и звезда крепость и его долго-долго срывали якобы по результатам англо-французского договора после войны его уничтожали под видом того что это укрепление было войны дюнкер должен был срыт первой мировой войне это специально делалось под разными предлогами но уничтожалось пробыл дома да друзья кстати говоря про вот про забытые выкли забыли забыли выключить да есть известное видео где вот буддийский храм до рабочая установка и там получается и значит стримеры на всех этих каких-то там усиках до таких они что-то двигаются еще и добавка из и звуковое сопровождение причем красивый то есть кому-то колокола звучат вот пожалуйста технология звука и электричество в одном все показано до что там и звук вырабатывается определенных частот очень красивый наполнены просто этими тембрами красивыми да и это и объемный такой звук красивый и естественно вот эти вот усики и не за илья есть и найдешь с этого видео но я его нашел нашел и даже скачал себе чтобы просто его есть но у меня есть видео на канале это видео у ильи есть на канале до цельнозор заходите тоже там это показывает это это и вот и не и мне не например непонятно то ли это намеренно сейчас включили чтобы показать то ли действительно в чем-то ошиблись и и раз она заработала есть такое выражение про забыли забыли выключить про забыли за это как за земли забыли да но отошло отпал проводов то же сам как с этим крестом ну ладно в общем жду тебе интересно стало что это такое друзья вот показываю вам с типа старинной крыши а чем мы вот эти антенны отличаются от тех что мы сейчас видим на каких-нибудь военных кораблях на башнях телепередач еще известным известный момент давно об этом сказано что в новостях что власти лондона согласились то есть они предложили англиканской церкви используйте их кресты для передачи вайфай это данных то есть там сейчас сейчас еще усилилась передача вайфай сигналов по установкам работающим на храмах сейчас это все официально и там все это действует почему бы и нет если она все рабочие да пожалуйста что хочешь передавай так это из другой немножко оперы альбрех дюрер 15 век в руках меч фламберг пламенеющий плазменный по другому но все правильно да вот они такие были эти мечи а это вот наш храм церковь в иранском районе кировской области трансформаторная подстанция все верно если скажу что у трапезная часть ее раньше не было туда же заметно что она очень грубо пристроена она здесь не вписывается сюда совершенно то есть раньше было отдельно храм и отдельно колокольня трапезной части по большей части в храмах таких вот пускай даже кирпичных даю то есть уже в меж катастрофный какой-то период сделанных тем не менее они вот эти трапезной части их не было потом сделали как так согласен арки арбай арбайсета над рекой и рати испания порталы все верно а мне это напоминает кстати что такое фэнтезийное посмотрите какой вид красивый прям вот толкин в реальности тот же толкин вот такое интересное место хоть прям фильмы снимай здесь без декораций без эффектов компьютерных так первый раз в чате с альтернатив щекам сергей черногоров привет все к это впервые бывает да да кстати друзья небольшая минутка объявление да если вы помните я собираю на квадрокоптер кто может внести вашу помощь пожалуйста приглашаю также вы можете прислать сообщение на экран в виде вопроса не просто так а допустим задать вопрос донейшн ссылка под экран в описании ну и реквизиты как видите тоже все есть поехали дальше так теперь мне все таки я все таки я пока здесь у ларисы посмотрю здесь очень интересная подборка всегда у нее винета бартоломео винета лабиринт на груди ну это лабиринт это же антенн друзья такая усиливающая причем значит а что она здесь усиливать могла какие-то способности человека или что или принимающий сигнал принимаем это антенна большая антенна которая выдает на гора много энергии и смотри да и смотри вдобавок еще две цепочки отходит от этого вот антенки да и идут куда-то вверх обратите внимание на головной убор этого гражданина тут еще такая типа украшеница да да еще есть с кристаллом или с какой-то колбой вот тип отражение видно в ней то есть это стекло или я не знаю кристалл какой-то обратите внимание что и в руке какая-то штучка у этого гражданина да тут все данные весь наряд вот в таких вот тоже фракталах узорах я бы не не доверял вот этим источникам но понятно что они перевраны но все-таки вот грамм истины вот в рисунках 19 века вычислять но не стоит я верю только камням под камни не врут коровы все рисунки они врут смотри мне пишут катушки мишина да похуй катушки мишина это патент теслы то что это его бифилярные катушки тоже открытые есть и закрытые но связаны ничего принципе нового мишин подачу сигнала туда собственно эти его изобретения со сама катушка плоская это еще там давнишний зверь и тот же лабиринт вот этот на груди тоже своего рода катушка тоже излучатель туда тоже падают эти вот те самые пресловутые 300 килогерц и она будет иметь такой же эффект лечебный как и катушки много много частотный то есть все органы потому что разные частоты да понимаете и у лоховский лоховский да хотел сказать сейчас про твою видео про лоховского там это наш ученый который опять же восстановил эту технологию да вот такие же похожи антенны с двух сторон между ними человек встает и вот это излучение причем илья есть не ошибаюсь там не обязательно подводится напряжение да там сами по себе не нужно да 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 это я не пассивно излучает они перезлучают те энергии эфир который вот гуляет вокруг она просто упорядочивает и направляет тот же самый эффект формы но опять же энергия направляется формой ник никуда не деться от этого и вот я сейчас обязательно перезалью это видео с нормальным звуком сейчас я заливаю слайд-шоу за 10 минут один процент там больше часа видео с хорошим качеством но час пока мы тут общались она рендерилась сейчас только уже заливаю и следующее вот сейчас перезалью озвучиваю то есть к утру можно будет посмотреть коллеги два новых видео приглашаю всех просмотров надеюсь не пожалеете да друзья интересуйтесь новинками видео у ильи канала ценнадзор они часто выходят не так как у меня пока что у меня сейчас и и все-таки я скоро доделаю она почти готова про атмосферное электричество сан-франциск почему потому что подключился илья мы с ним там изучили один очень немаловажный вопрос что за установки там обнаружен на крышах будет очень интересно там прямо несколько может сенсаций вы увидите женя очень наблюдательный да спасибо тебе женя и самое интересное что это фото она во всех музеях она давно больше ста лет она не отретуширован а не подделанное там очень много это под доказательство которое действительно тоже не врет и там видно и церкви без крестов и церкви с антеннами и разные виды антенн и то что город пустой то что город после жене молодец он очень наблюдательные да спасибо тебе жене за то что нашел это это фото есть разбирали это фото на видео джона леви если кажется присылал да ты наверное с этой с его подачи увидел замечательный канал затем вы лично джон леви рекомендую он замечательно копает всю историю сша то что это все придумано ссылочка есть у меня в описании на на канале джон леви рекомендую из англоязычных каналов если у кого есть связи и подвязки для друзей англоговорящих пожалуйста рекомендуйте джон леви пока это один из лучших каналов на английском языке по реальной истории том числе по сша дата просто я хочу дальше тут показать и некоторые фотки почему-то не открываются может быть к ним доступа нет так что-то мне тут писали интересное в рыбинске замечательный дом зи пишет эти фото мне напомнили круги на полях совершенно верно это все то же самое лучше антенны до лабиринты по которым кто смотрел михаил ломоносов да он по ним бегал там мальчиком это все те же вот именно там на севере скалярные антенны неважно начали камнями выложен либо нарисованы краской только проводящий эта форма форма определяет содержание цель зачастую так спрашивают канал до цель назор так 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 английской королевы пользуются все увешано и живет уже не не знаем сколько кто и узнает может она уже это не просто английская королева нет не надо я поэтому молчу держиваюсь со временем все на канале покажу дом художников город рыбинск ну вот блин нет слов смотрите что здесь творится на этом доме художников красота это нечто это просто вот не знаю лишь нас атмосферное электричество да красота эфир просто показано как он идет вот этими всеми завитками широкополосные антенны круглые резонаторы на шпилях замечательно рупорные антенны вот они называем купола вот они рупорные антенны до волноводы каскадом дают для усиления это прекрасно вообще за просто замечательно да вот кстати это те самые каскадные это широкополосные антенны а дальше идут два яблочко так называемых с ртутью для усиления тоже резонаторы круглые шар это лучший резонатор учатся автономная система пожалуйста все для дома выключили интересно каким способом где ведь ведь надо же знать и убрать катушки да так и это просто сломать не строить блин мне присылали тоже дворец света где-то там и в общем да на гравюре там видны эти установки наверху такие с катушками да и с антеннами такими длинными а сейчас этот дворец есть но естественно все сверху срезано как обычно так что еще здесь как это сохранили да друзья интересно как вот этот дом на месте еще стоит просто не ну в наших городах такой еще может быть встречается а вот он а вот он в начале двадцатого века такой же совершенно можно сказать вот читаю комменты ксюша любопытная ты молодца просто знает он так она это немножко из другой опера типа как раньше делали представление частот я чё-то зации а слушай я наверно зациклился на одном альбоме да да посмотри другие открой вот лабиринт самое интересное что когда я изучал все это я потом только вышел на ларису на самом деле вот у дорогов мысли сходятся то есть я не знал что люди приходят к одним и тем же мыслям только потом это как-то в резонанс под нарастающий это все накапывается накапал сначала было некое озарение я сделал видео по тому же магнетрону осенью на global vision на канале него тот же джон леви там еще пар других человек себе на канала залили быстренько спасибо им за это и потом уже когда уже открывают свой русскоязычный канал я увидел что такой же каким же выводом что скалярная антенна вот это лабиринт это не просто лабиринт пришла и лариса и карком тоже замечательно я очень рад что у нас ларисы мысли сходятся все называется что-то я не могу открыть у нее альбомы но он смотрел давай фотографии на это дураке на него все хорошо да вот прямо елена вячеславовна спасибо за помощь за донат спасибо огромное да вижу пришло так я вас всех помню я знаю друзья кстати на после прошлого стрима пришел еще донат за него тоже огромное спасибо он уже потом пришел отметился на этом на донейшн вот ваша поддержка она еще больше стимулирует движение квадрокоптеру идет я надеюсь все таки будет финал всего этого то смысле квадрокоптер появится у каждого мальчика должен быть свой радиоуправляемый вертолетик да 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 это моя детская мечта раньше вообще кашет фантастика для нас было но сейчас все взрослые могут играться часами в детские игрушки которых раньше у них не было сейчас вообще просто фантастика в детских игрушках которые есть и не детские там оторва профессионально посмотрите вот чем не питер да вот на этой картине чем не бангладеш вот я бангладеш был показывал такие же к сам ездил вот эта культура была по всему миру то есть на самом деле это было не было стран был была одна страна скажем так одна империя людей нам сейчас внушают что были какие-то страны в рост тартарии про это кроме карт ничего про тартарий нет но такой шум подняли что этим достигается достигается то что раньше были кажется страны раз раньше были страны как сейчас ты просто принципе ничего не поменялось все было точно так же да нет все было иначе ничего подобного не было не было стран воюющих друг с другом не было много чего не было уже одно допускание мысли что раньше была страна тартария другие которые с другом с другими воевала уже сводит на нет очень многие усилия по объяснению людей что на самом деле все было иначе другая энергетика другое общество и прочее то есть это отдельная тема но тартарий на мой взгляд вброс не верьте этом была единая глобальная цивилизация единые города звезды по всему миру единая статуя единая культура не вот это фото подтверждает это даже а вот очередная такая антенка который мы только что обсуждали до многополосная да получается то на вибрации зима многочастотную и тут вообще от земли все тут вот многие спрашивают а где же источник до земля друзья земля была немножко другая частота и сейчас то что в центре убрана просто вот и все вот с другого ракурса да вообще это реально но я уверен что если зайти туда хотя бы допустим побродить мягко говоря что-то почувствуешь обязательно обязательно тем более и джон коннор ощущал все эти какие-то странные вибрации до в этой кабинке рамках и харе что творилось это вот или как-то описал там я забыл очень интересно ты прям там что я как в вате стоял я два раза какая-то то есть только плотно там ощущение вот эфира вокруг материи всего до пространства что такое что я был в вате такой так разгадки истории привет ты с нами и кунгуров обо всем рассказывал еще пять лет назад он молодец это гуру аксакал и не знаю чучки наш своего рода он молодец кунгурову просто памятник при жизни нам поставить так что тут сказано не надо никаких сионистских хайпов друзья так это москва ресторан маму купол с вазонами все верно да еще и наверху главный вазон резонатор ваза я такого еще не видел вот такого ну то есть это в москве да но вот именно вот это еще не видел не дошел туда но у москва как любой город допотопные полна этим полно полно вообще ну вот и наверняка его тоже можно включить даже сейчас так что да так что не альтернативная история реальная история мы изучаем реальную историю кстати вот я ссылку на свой будущий фильм который сейчас загружаются надеюсь часа через четыре он загрузится в чате есть ссылочка слайдшоу просто интересные фотографии жене вот те самые которые мы обсуждали так з з з з барон привет там ксюшу тут несколько ксюш одна из них пошла отдыхать спокойной ночи молодцы что с нами были а кто сейчас еще лучше все молодцы так все 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 так друзья давайте не будем все эти какие-то сионизмы вы понимаете что опять же сионизм это своего рода религия но сам понимать что все это опять же для чего-то да там для есть декларация соответственно оон которая сионизм заклинила все понятное но давайте нет стриме есть второй статью никто не отменял на провокации надо поддаваться не надо реальность которой мы живем чуть позже на канале дам расклад по этим вещам коллеги сейчас не нужно провоцировать нас пожалуй есть он и есть и пусть дальше что мы с вами знаю что объяснил но попозже углич мысли по поводу бочонков ну вот пожалуйста да бочоночки о кстати один из них как видите это откололся да и обрежу емкость это да 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 что там стержень сейчас я придам ртуть была вот лента емкость да еще и тут стержень электрод до конденсаторы они могут быть не только на крышах но они на стенках могут быть почему бы нет эфир везде не только на крышах и узорчики здесь повторяющиеся перемежающиеся один друг тип другой мечтариум извини же не до мечтариум да надо собрать деньги на оплату исследования купола займусь вот не скоро объявлю сбор средства и купол есть который в общем то нормально еще тульской области и доступ свободный и надо будет проводить надо будет катушки намотать правильно надо будет звуковую аппаратуру подключить займусь приеду в россию матушку займусь да все верно спасибо тебе ты мы слышим верно направлений даже вот знаете я был в угличе но так как там много мест вот 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 именно это я там не видел видимо тоже не добрался но могу сказать одно что углич это пока хороший показатель как волна скорее всего откуда взрыва прошлась по верхам церквей они горели и очень часто воздушный ядерный взрыв да скорее всего того потому что там почему-то именно много храмов которые имеют верх не рабочий то есть есть верхняя часть верхний храм и он почему-то закрыт везде интересный момент говорят пожары были и пожары были типа в 1793 по году если посмотрите этот год очень характерен многими катаклизмами во всем мире просто наберете в поисковике и найдете землетрясение там пожары в этом году в разных весь девятнадцатый век это большая прикрытие вот как гражданская война сша и сделал видео это cover-up story что называется это легенда чтобы прикрыть бомбардировку год без лета якобы был аномалия извержений она придумали кучу там большинство я насчитал гражданские войны все это придумки чтобы скрыть бомбардировку и потерю населения просто-напросто ничего этого реально не было кометы пожары эпидемии что только не придумал на самом деле все это чтобы скрыть один факт бомбардировка и вторжение вот это уже волоколамск похожие бочонки мы видим конденсаторы еще здесь вот у ларисы описание сравнение с лейденскими банками да и конденсаторами но конденсаторы до блинская банка тоже конденсатор ужин в маусе это ну типа ново заветная сюжет что здесь интересного это нарисованы и позже не это ничего интересно потому что это когда придумали историю начали рисовать всякую фигню если бы это было реально фрески на зданиях тогда можно было обсуждать вот сейчас я же не предлагаю вот такое пролистывать мою вот эту помощь и не рассмотрели отчет отчета инки дальше тут мегалитические всякие вещи да тоже волновые резонаторы дальше мегалитический комплекс как видите тоже на круг инка какие-то остатки тоже ворот типа и штар вот смотри но это повторяющийся щелевые резонаторы такие это тоже эффект форм да это излучатели они фокусируют вибрации излучения в одну сторону прямоугольные у меня тоже есть по шри-ланке тоже такие излучатели прямоугольные резонаторы это как в этом как называется вилка то настраивающиеся звуковая как она называется слов были тела стучат по ней звук камертон в камертон под камертоном такой резонатор прямоугольные вот то же самое в камнях строениях тоже такие есть давай дальше сейчас барон спрашивают из какого металла раньше делали арматуры и корабли из хорошего металла который не ржавеет посмотрите видео про мост бангладеш который якобы построен 120 лет назад который не ржавеет там полгода бывает дожди идут три месяца я посмотрел там у красками говори не везде а металл не ржавеет а построен не официально 120 лет назад причем фирма такая же как крымский мост вот такая с еще с этими с заклепками она весит минимум полторы тысячи тонн и опоры гранитные гранитные на этом мосту который 18 пролетов по 100 метров каждый я одна один пролет полторы тысячи тонн как кто когда с вас это сделал вот тоже интересно посмотрите я специально увеличил до технической точки зрения проще это не не выкопать а поднять то есть все равно стены делают да и все равно землю переносить так проще насыпать и потом еще стены построить это явно не для обороны это вот резонатор который собирается в рации в одну кучу на эту башню не башни выстреливают вверх это совершенно не для обороны потом смотрите что люди делают они вымеряют волны замеряют как все идет настройка в общем настройка да они строят некое сооружение технического плана похоже на ракету который просто фокусирует все волны вверх так лучше света я да я просто забыл сказать что привет да типа тебя сначала не было ты теперь с нами ну подошел по позе ну какая разница мы пока еще вещаем так все в порядке так но пока даже и но надо помнить что уже сто пять минут и есть то есть это больше почти два часа давай да друзья мы сейчас долго не будем затягиваться скоро наверное закругляться потому что ну пора честь знать да пора честь знать сейчас ну если хотите можем немножко сменить тему я просто пока не знаю что сейчас будет интереснее вам показать потому что мы уже гуляем по кругу чуть-чуть ну вот например эти замки да то есть это тоже отдельно крыши атмосферное электричество смотрите и вот этот вот круг перед ними это типа лобное место на красной площади тоже нет для обороны да 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 вот такие круги они и на тверской и на лубянке шри-ланке есть они такие же колодцы есть то же самое без воды вибрации собирали этот так называемый называемый лобное место которое еще в советские времена использовали там фонтан ставили на парад победы он работал опять же знает куда деть старик мегалит да что что там задействовали что на работу вот фонтан да ну там вибрация которые идут там потому что этот метрами галит там внутри они бы рады его выкорчевать как снесли сейчас целое здание внутри кремля просто так его не снести так секундочку елена старуш спрашивает как заданать из украины а по моему через donation можно из любого места там у меня под в описании ссылка donation alerts это помощь из любого места потому что там киви кошелек он помог везде действует я надеюсь я просто извините я не знаю какие сервисы действуют новую территорию украины какие заблокированы платежные или там еще какие-то так что вы попробуйте множество вариантов есть реквизитов под видео или на экране попробуйте я просто честно говоря я не знаю что там действует что нет не могу знать есть яндекс там кошелек там все ладно так подземные жители реальная тема друзья скорее всего они до сих пор ведь есть эти подземные жители я надеюсь что выжившие люди из той цивилизации которые что-то еще помнят еще живы и об этом тоже есть видео на моем канале так же не туда залез да я не туда залез и сообщение залез вот я всегда вина эти замки тоже смотрю ну какая же вот сложная система и одновременно вроде понятно обозначен заметьте построили для обороны суд добранятся один раз пушка выстрелит и все то есть но бред какой-то смотрел ты не пойму это просто смотровая здесь кабинка сделано с лифтом да и не просто не просто это тоже магнитрон смотри башенки какие что между ними наверное да до сих пор все действует до земли ли не действует а за наоборот сейчас обзорил заблокировали так скажем заблокировали когда же это разблочит так вот надо летом надо заняться джейн клич пусть найдут поищу того что кого то есть свободный доступ к крыше купольной люди живут таких домах и там есть купола еще 100 остались которые явно не купола там говорят до 10 сантиметров меди это медный колоколь колокола огромные которые создают вибрации так луч свет прислал ссылку ашхабад 1948 до фото покажи землетрясение сейчас попробую поймать эту ссылку если успею жизнь да да мы можем долго пищать на смотреть потом это будет сложно просто потеряется давай загуляться да да хорошо и илья есть ты сможешь до поймать хотелось бы эту ссылку посмотреть и как бы да сейчас уже закупка она потом будет в оффлайне доступна то есть спокойненько просмотрим все да друзья тут тут уже просто видите чат он пока пролистается потому что он задержка идет именно когда я включил у себя на компьютере так что к сожалению какие-то ссылки сейчас не поймаю вы уж извините но некоторые я открыл же не на все будет восстановлен не переживай и плюс незамовой комментарий люди повторят прошу всех кто присылал ссылки полезные продублировать на канале евгений либо мне я перезарю себе видео и пожалуйста мы ждем ваших ссылок для дальнейших стримов да просто можете вот под этим стримом даже вот в комментариях присылать их и они все там отметятся мы все увидим и все люди кто будет читать комментарии ну что ж огромнейшее всем спасибо вас было очень много день все-таки выходной да я надеюсь с этим связано тоже часто спасибо за за стрим за общение что за ваши вопросы за ссылки илья спасибо за информацию как всегда ценную подписывайтесь и на канал не выделять никого не стоит мы все едины на определенном уровне то есть это командная работа мы на в резонансе на удивление за тебя спасибо жене тебе за инициатор кстати вред наказуемо спасибо всем кто несмотря на то что завтра понедельник интересный день пожертвовал своим временем который мог бы посвятить сну спасибо всем огромное и спасибо за то что сегодня как никогда как-то единодушны все были вот в комментариях читаю молодцы какой-то единой 1 все на одной волне в резонансе так подожди звучит как тост давайте на этом андрея орлов почему-то пишет резонанс мне очень больно и если я его не увидел ваш комментарий то простите я не знаю почему вам больно что в чем дело вопрос твое мнение если смещение полюса магнитного ведь стрелка компасы друзья это давно тоже доказано что он неоднократно смещался магнитный полюс и сейчас это происходит жень а чуть выше написал андрея орлов что я очень ничего много знаю напрямую общаясь с нло то есть ну вопрос более думаю как-то с этим связан то есть давания дальше понятно для этого посмотрите фильм пробуждение несколько серий или и немножко успокоитесь всем огромное спасибо ждите видео совместное видео почему она задерживается потому что я говорю я подключился мы изучили вопрос чтобы показать вам под точнее информацию сан-франциско атмосферное количество вторая часть да как говорится выберет дорого быстро и дешево выберет 2 потому что до времени бывает мы просто хотим более качественный материал дать поэтому чуть позже вы хочется чтобы и нам интересно было еще интересно чтобы вам показать это все добра соратники женя всем спасибо всем кто помогал донатами спасибо молот великана елена просто зи так еще по моему мне 5 евро присылал я называл сейчас скажу то генри я генрисят евро пришлю нет это я к тому что друзья что с нами сегодня и вообще часто бывает из разных стран кстати я тоже сейчас другую стране ну все 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 стране в жопе мира да не надо болезнему спасибо вам соратники смешать под конец тримов всегда всем спасибо всем добра на этой позитивной ноте скажу что все будет хорошо будем стремиться к позитиву так и на этом до свидания до новых стримах видал